Масштабная реформа ОСАГО стартовала в России ещё три года назад. Страховщики больше не спрашивают диагностические карты при оформлении полиса, а также применяют к проблемным автовладельцам повышающие коэффициенты, исходя из новых тарифных факторов. Ожидалось, что нововведения сильно ударят по кошелькам граждан. Однако, как показала статистика прошлого года, для 80% водителей стоимость полиса не изменилась или даже чуть снизилась. Но этим реформа ОСАГО не ограничится. Впереди следующий этап. Он подразумевает увеличение лимита компенсации за вред жизни и здоровью до 2 миллионов рублей, как у других видов обязательного страхования. И это плюс. Хотя есть и обратная сторона. Стоимость полиса ОСАГО непременно вырастет. Изменения, которые связаны с этим, конечно, приведут к росту средней стоимости полиса ОСАГО. Она вырастет по разным оценкам на 25-27%. Но при этом опять так же, как и при первой части реформ, надо дать должное, что больше всего вырастет стоимость полиса для недобросовестных автовладельцев. То есть для них будет более существенный рост, чем 25-27%. Для тех автовладельцев, которые добросовестны, которые хорошо эксплуатируют автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в ДТП, для них, по нашим оценкам, рост будет небольшой. Может быть, даже полис останется такой же по стоимости. Далее последует другое долгожданное новшество – отмена учета износа запасных частей при расчете компенсации после ДТП. Это, по мнению авторов инициативы, укрепит натуральное возмещение. Автовладельцам будет проще отремонтировать свою машину без каких-либо доплат. А вот ждать отмены коэффициентов мощности и территории в обозримом будущем не стоит. Менять что-то здесь страховщики пока смысла не видят. Наверное, пока сейчас нецелесообразно менять. Тем более, что идет плановая такая постепенная отмена этого коэффициента территории. Недавно вот новое указание Банка России, которое вступило в действие, там для крупных городов, у которых высокий территориальный коэффициент, его стали понижать постепенно. И наоборот, регионы, где он был низкий, его начали повышать. То есть тем самым как бы плавная отмена коэффициента территории уже сейчас потихонечку идет. Поскольку проект поддерживает и Центральный банк, и Минфин, и Госдума, поправки об увеличении лимита по здоровью и жизни могут принять уже в весеннюю сессию. Следовательно, они вступят в силу во втором полугодии. Тогда же, вероятно, подрастет и цена полиса ОСАГО. Что же до отмены износа запчастей, то эту инициативу рассмотрят только к концу года. Редактор субтитров А.Семкин